Всем доброе утро! Такой у нас шикарный вид в Финский залив и всё в снегу. Наконец-то у нас такая красота за окном. Весной? Нет, ещё зима, Настяночка. Так что всем доброе утро! Начинаем новый влог! Поехали! Хотите, я вам расскажу главный секрет приготовления манной каши? Первое, это, конечно же, удача. Потому что, если у вас нет удачи и у вас кривые руки, то у вас не получится её сварить. Я вот всегда готовлю на глаз. Я просто беру, когда мне закипает молоко, я просто начинаю сыпать манку. И главное вовремя остановиться. Если вы это не сделали, то получится не каша, а не знаю, комок манки. Невкусный. Вот, поэтому, да. Если вы до сих пор не научились варить кашу, значит вы просто не пришло ваше время. И второй секрет приготовления, это обязательно мешать, 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 постоянно мешать. Одной ложкой вы мешаете, вторую ложкой вы слепите манную кашу. И вот так вот постоянно мешаете. Всё. Это вот два секрета таких вот. И, признаюсь честно, манку многие не умеют готовить. И в том числе... Как думаешь, кто ещё не умеет готовить манную кашу? Угадай. Папа вообще ничего не умеет готовить, кроме солянки. Бабушка Наташа не умеет готовить манную кашу. У неё она постоянно получается густая, с комочками и просто бяка. Мама, не обижайся. Но это правда. А я себе буду готовить смузи. У меня будет банан, клубника замороженная. Потом я ещё добавлю немножко, буквально две столовых ложки овсянки. И кефир однопроцентный. Вот так вот у меня будет смузи. Сейчас буду готовить. Ну что, как ты думаешь, будет вкусно? Конечно. Не то, что сограют сон. Вот такой вот коктейль у нас получается. Сейчас достану я ещё трубочку и буду пить. Вот такая вот трубочка у меня есть. И я готова приступить к завтраку. Вот эту я выпью и наемся, в принципе. Девчонки, всё? Всю кашу съели, Катюш? Покажи маме. А, какая молодец! Водичку попила уже? Куда ты идёшь? Идёт в садик. Чего? Мой друг идёт в садик. Да? Да. Сейчас всех друзей там встретишь. Мы идём на Масленицу. Нажимай кнопочку. У нас тут концерт устраивают. Тихо-тихо-тихо. Что? Жена, ой, красавица, Ждёт меня домой, Ждёт печаль и сам. Ждёт меня домой, Ждёт печаль и сам. Катюш, пойдём в очередь за блинчиком. Будешь кушать ням-ням? Пойдём за блинчиком. Давай. Вот эту очередь. Пожалуйста, пожалуйста, давайте, пожалуйста. Можно, да? Конечно. Спасибо. Паплодируем. Паплодируем. Давай паплодируем. Кому? Да. Паплодируем. Блинчик. Паплодируем. Паплодируем. Укусила? Давай кусай. Субтитры создавал DimaTorzok Я дорожку размету, Сама к милому пройду. Ой, люлика, ой, да люли, Сама к милому пройду. Ой, ты зимушка, зима, Чего люта ты была? Ой, люлика, ой, да люли, Чего люта ты была? Ой, люлика, ой, да люли, Чего люта ты была? Ой, масленица, грибошейка, 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 грибошейка. Сустрикали мы тебе, хорошейка. Горожейка, хорошейка, грибошейка. Виноград рассветает, Виноград рассветает, Моя, это я, это налево. Уже туда, а не туда. Ждем вас. Я говорю, спрашиваю, как Масленица. Все молчат. Не поняли. Юмора. Главное, что Настя с подружками поиграла. Ой, слава богу, да, Настя? А то давно не виделись. Катя вообще не поняла, что за Масленица и зачем я там находилась. Катюша, блинчик-то вкусный был? А мы блинчик успели скушать. Надо было нафиг взять. Ничего, я напеку, не переживай. Мы с Масленицей. Катюшка, конечно, у нас сегодня ночью потемпературила. У нее было 38. Пришлось норафенчик давать. Что там? Кто там у тебя? Я покажу. Хрю-хрю. И на Масленице, конечно, она была без настроения. Вот, кстати, градусник вот этот, которым я мерила. Погрешность у него ровно полградуса. То есть, если нет температуры, то он показывает 37. Так что, не знаю, я бы не советовала такой градусник. Ну, я как-то про нее тоже рассказывала. Вот, а еще хотел вам показать. Тут тоже муж недавно, давненько уже купила такую штуку. Она очень колючая. Не помню, как называется этот массажер. Но на него можно там вставать, знаете, ложиться спиной, типа там то ли массаж какой-то, что-то такое, я не знаю. В общем, на самом деле очень больно. Если на голое тело, то реально прям болит. И вот эти иголки, они очень колючие. Не знаю, зачем эта штуковина нужна, но вот муж у меня иногда балуется. Катюш, на самом деле у нас каждый год устраивают Масленицы. И всегда очень много народу. Все приходят, кушают блины, пьют чай горячий, танцуют. Костюмы такие красивые. Что еще хотела вам сказать? Какие у нас сегодня планы? Планов никаких нет. Не знаю, поведу ли я Настю завтра в садик. Потому что вроде она у меня идет на поправку. Чуть-чуть уже там у нее осталось насморк. Короче, почти прошел. Не знаю. Просто если я завтра не пойду в садик, то мне придется идти в поликлинику за справкой. Насте, конечно, скучно дома сидеть. Ей в садик хочется уже. Ну и главное, чтобы Катюша у меня тоже не заболела. А то вот температура что-то была не очень хорошо. Вообще очень плохо, когда детки болеют. И, признаюсь честно, я забыла, когда в последний раз у моих детей была температура. По-моему, это было год назад как раз, когда у Насте было воспаление легких. Вот мы год как вообще не болели. Там до температуры не доходило дело. Там были сопельки, кашель. А у Кати вообще очень тоже хороший иммунитет. И у насенки иммунитет. Не знаю, мне почему-то кажется, что это из-за того, что я их все-таки грудью кормила. У них хороший иммунитет. Возможно, я ошибаюсь. Не знаю. Напишите, кстати, тот, кто кормил долго грудью. У вас, у деток какой иммунитет вообще? Я вот в детстве очень много болела. Зато потом... То есть я в детстве всем переболела. А потом у меня выработался иммунитет. И я вот очень редко болею тоже. Фу, почти никогда. Вот, и детки у меня сейчас, ну, слава богу, тоже. Ну, максимум. Знаете, сопельки какие-то. Такое легкое у РЗ. Фу, тоже, чтобы ничего не сглазить, не накаркать. И вот, да, у Катюшки. А я ей даю сегодня у нас еще лекарство. Вот этот, ну, Рафина. Она вообще не понимает, как это с этого шприца есть. Она плачет. Она не понимает, что я ей даю. То есть настолько вот она в свои два года не понимает, что такое лечение. Слава богу. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Ну, а пока мы будем просто валяться дома. Ванька сегодня на работе. И поэтому будет скучно нам. Как их развлекать дома, на самом деле, очень сложно. И вот действительно спасают планшеты, мультики. Если бы не интернет, если бы не 21 век на улице. Не знаю, чем раньше спасали дети. Наверное, гуляли целыми днями на улице. Черные-черные гренки. С солью и с маслом, да, там, по-моему? Да, это гренки. Это сухарики. Сухарики. Мое детство, короче. Детство всегда делали. Мне еще нравилось с батона. Не с чёного хлеба, еще с батона мне очень нравилось кушать. Вкусняшка. Ты, Настя, что делаешь? Занимаюсь гимнастикой. А на шпагат, девчонки? О, наш шпагат. Носки. Хать, носочки. Носочки. Носочки вот так. Хать, как и бабочки, да. Вот так. До конца еще, еще, еще туда, туда. Ложи, стакалочки. Ну да. Ну я могу сказать, что у Насти получилось лучше. Катя, Катя, отверсти. Ну Катя молодец, старается. Лежи, лежи. Ты над Катей издеваешься? Нет. А что ты, растяжку и делаешь? Да. Садись. Садись вот так. Только вот так. Бабочку давайте. Нет. А? Вот так. Садись. Ложки. Делись. Вот чем мы занимаемся вечерами, да? Да. Нажимай, нажимай. Нажимай. Катюш, поближе. На дырочке надо. На дырочке, Катюш, на дырочке. На дырочке. Субтитры сделал DimaTorzok